Меня зовут Винни Кумар. Я художник. Я художник. И я хотел бы задать вам один вопрос. На вашем веб-сайте вы привели две причины, почему Мухаммад не мог скопировать Коран из Библии или из другого существовавшего источника. Так что вы дали ответ, что вы утверждаете, что не было арабских переводов Библии во времена Мухаммада. Но в Сахиха-ль-Бухари, том 6, книга 60, номер 478 говорится, что Евангелие был уже переведен на арабский язык, варакай ибн науфаль. А также, во-вторых, вы сказали, что Мухаммад был неграмотным, и, следовательно, он не мог читать такие книги, как Священная Библия. Но я не удовлетворен этим ответом, потому что Мухаммаду не нужно быть грамотным, чтобы заимствовать истории из предыдущих Священных Писаний. Мухаммаду нужно было лишь услышать истории в устной форме, чтобы заимствование имело места. И после того, как Мухаммад услышал эти истории, он встроил их в свою теологию и выдал их, как откровение от Бога Коран. Брат задал очень хороший вопрос. Он зашел на наш сайт, и я рад этому. «Иншалла, ты придешь к истине». «Я верю, что ты христианин, и тебя зовут Виня Кумар». «Да». «И брат сказал, что я привел две причины на своем веб-сайте. Во-первых, их было не две, а несколько. Но ты выбрал две. Не беспокойся, я приду к этому. Ты должен читать весь контекст. Их было не только две. Но это две из многих причин, которые я привел. И одна из причин, которые я привел о пророке Мухаммаде, мир ему, что он был неграмотным. Как сказал Аллах в Коране, в 29-й сюре Анкабут, аят 48-й. Ты не читал прежде ни одного писания, и не переписывал его своей десницей. То есть пророк Мухаммад, мир ему, был уммей. То есть не умеющий читать и писать. Ты должен согласиться, что между грамотным и неграмотным, неграмотному сложнее скопировать. Ты согласен? Гораздо сложнее. Это гораздо сложнее. Грамотному человеку гораздо легче копировать. Он может слышать и читать. А неграмотному человеку сложнее. Он может только слышать. Так что, по крайней мере, ты должен согласиться, что это сложно. Ты согласен? Да. Машалла. Так что это один пункт, который я упомянул. Но это не единственный пункт. Среди многих пунктов, это один из них. Пункт номер два. Ты упомянул, что я сказал, что в то время не существовало ни одной арабской Библии. И я все еще настаиваю на этом. И еще ты процитировал Сахиху-ль-Бухари, том шестой, что у Арака, да, у него были знания о Евангелии, но нигде не говорится, что он перевел его. Брат, я бросаю тебе вызов. Я бросаю тебе вызов. Согласно христианским источникам, первый перевод Библии был сделан в 10 веке, что означает, что христианские ученые не сделали домашнего задания. Первая арабская версия Библии появилась спустя много сотен лет после пророка Мохаммада Мирьему. Да, Уарака вышел из Бану-Исраэль, и у него были некоторые знания о Евангелии, и он знал арабский. Но говорить, что он перевел их, это беспочвенно. Он, возможно, написал несколько стихов, но перевел всю Библию, это невозможно. Бухари нигде не говорил, что Уарака перевел всю Библию. Я бросаю тебе вызов. Да, он мог сказать, что у Уарака были знания о законе и Евангелии. Возможно, он записал некоторые моменты. Я говорю, возможно, возможно. Знаешь книгу Сальмана Ружди? В книге Сальмана Ружди также есть стихи из Корана. Но я ведь не могу назвать это Кораном. Сальман Ружди написал книгу против Корана. В этой книге есть некоторые стихи из Корана. Но это не означает, что это Коран. Я написал книгу, и в ней я упомянул 13 стихов из Корана. Как Коран и современная наука, или сходство ислама и индиизма. Но это не значит, что это книга Коран. Ты не можешь сказать, что доктор Закер Найк перевел Коран. Если ты зайдешь на сайт и увидишь, что доктор Закер Найк написал книгу, Коран и современная наука, и я привел в ней около 150 аятов. Это не значит, что я привел весь Коран. Но я лишь привел часть. И кроме того, ты сказал, что пророк Мохаммед Мирьему скопировал и исправил. Это очень хороший момент. Это очень хороший момент. И так же говорится, что свет Луны – это его собственный свет. Бытие, глава 1 стихи от 16 по 19. И так же говорится, что Солнце было создано после создания Земли. То есть на третий день. А Солнце на четвертый день. Я могу продолжать и продолжать. Значит, ты хочешь сказать, что пророк Мохаммед Мирьему взял эти ошибки и изменил их? Что свет Луны – это не ее собственный свет. Это отраженный свет. Как об этом говорит Коран в Суре Фуркан, глава 25, стих 61. Что свет Луны – это отраженный свет. И Коран говорит, что мир был создан за шесть айям. Айям – значит шесть долгих периодов. Значит, ты хочешь сказать, что пророк Мохаммед взял все эти ошибки и исправил их? Ты думаешь, что он был ученым? Нет. Это было откровение от Бога. Ты должен смотреть на полное выступление. Просто брать часть моего выступления и говорить, что это не нравится. Послушай все аргументы. И ведь в конце я сказал, что даже если я соглашусь ради аргумента, что он скопировал Коран из Библии, а затем исправил, возможно ли, чтобы человек 1400 лет назад исправил все эти научные ошибки? Все, что неправильно, он исправил. Это невозможно. Невозможно. Так что это доказывает, что он не копировал. Но это было откровение от всемогущего Бога. Надеюсь, я ответил на вопрос.